Мы сейчас сделали такую сложную, ну не сложно в принципе, ну у него нетипичная форма варикоза была, вена немножко по-другому отходит. Пациент у нас в полном сознании. Часто спрашивают, какие таблетки, друзья, пить при варикозе, что помогает предотвратить. К сожалению, если есть варикоз, это уже говорит о том, что есть остеальная недостаточность, то есть клапан венозный не работает. И здесь помогает только операция. К сожалению, часто назначают мои коллеги детролексы, флебоди, антистаксы, винарусы, капсулы троксивозин. По моему опыту они не помогали. Единственное, носить периодический компрессионный трикотаж, чтобы варикоз не усиливался. И необходимо уменьшить употребление зеленых продуктов, таких как зеленый чай, щавель, шпинат, брокколи. Там содержится максимальное количество витамина К. Лучше ограничить, потому что при варикозе происходит застой. А сгущение крови приводит еще к быстрому образованию тромбов. Не путайте калий и кальций. Витамин К это в зеленых продуктах в основном. Есть даже в некоторых других продуктах животного происхождения. В интернете можете посмотреть список этих продуктов. Но чаще всего это зеленый чай, щавель, шпинат, лук, шнит. Брокколи и так далее. Дальше что? Мы делаем операцию. Сначала мы делаем УЗИ. И мы потом выясняем, то есть ставим план и объем операции. Соответственно мы и рассчитываем дальше так и стоимость. Потому что мы используем разные материалы. Я выкладывал вот сейчас шовчик, какой бывает у нас. Пациент у нас в полном сознании. У него ничего не болит. Нитки косметические. Нитки желательно не рассасывать. Но я все равно удаляю через 2 недели. Потому что, чтобы не было килоидов и тому подобное. То есть что такое килоид? Это реакция на нитку. И соответственно, чтобы не было таких проблем, мы их удаляем. Что еще, друзья? На что необходимо обращать внимание? Самое главное, нужно вовремя обследоваться. Потому что часто люди идут на массажи. Тромбы могут улететь, если они в просвете. Во время перелета участвуют, во время посадки и взлета. Тромбы из-за резкой смены давления тоже могут. Поэтому во время перелета желательно носить компрессионный трикотаж, если у вас есть варикоз. Но в половине случаев я компрессионный трикотаж не рекомендую. Вот у меня была пациентка, я даже выкладывал здесь видео. Там тоже не рекомендую. То есть, есть такие противопоказания к ношению тоже компрессионного трикотажа. Не всегда он показан. Самое главное, если хотите получить консультацию, записывайтесь на прием. Я вам дам полную консультацию после УЗИ, соответственно, после того, как я посмотрю и глубокие вены. И дам полную консультацию. Как правило, я заключение других специалистов не рассматриваю. Хотите получить у меня, приходите, я сам делаю и сам консультирую. Либо у своего врача по месту жительства. Потому что я хирург, ответственность будет ложиться на меня. Всем, друзья, хорошего настроения. До свидания. Берегите себя.